Всем привет, друзья! Вас приветствую сегодня я и зовут меня Юлия. Продолжаю делиться с вами растениями, которые произрастают у меня на рассадном стеллаже. И вы просили показать, как у меня там что обстоит. Благодаря подсказкам я обшила, закрепила серебрянку с помощью вот этих вот незамысловатых крепежей. Благо, что они у меня даже были в наличии. Спасибо огромное! Не нужно мучиться со скотчами и так далее. То есть вот действительно он дырявится отлично. В общем-то очень даже мне понравилось использовать вот эти вот крепления. Ну и сделала вот такой надрез, чтобы вот так вот, как сказать, у меня здесь дверь. Я туда захожу и вот так вот смотрю. Там у меня в том углу находятся только что посеянные посевы. Затем здесь спущенные те, которые уже подросли и их уже можно пикировать. А там это у меня еще сторона вообще совершенно пустая. Так что все здесь довольно-таки пока пустенько и простенько. Но это пока. Ну а сегодня хочу показать вам дихондру. Как она у меня растет, произрастает. Теяла я дихондру с семенами серии Престиж. Серебристый водопад называется. Год урожая 2019 и что меня очень порадовало, что все-таки из пяти дрожжей 5 всходов есть. Оценка 5 с плюсом данным семенам. И напомню, конечно же, что дихондру я сеяла 14 января. Заглядывая в свой рассадный дневник, первые два всхода у меня появились 21 января. То есть это получается у нас на седьмой день. Затем была такая пауза и следующие три всхода у меня зашли 26 января. Поэтому смотрите, как отличаются всходы. Вот здесь вот есть один такой большой всход. Посмотрите, у него уже появился первый настоящий листик. И он уже показывает свою серебристую красоту. Но здесь есть и очень маленький последний пятый всход. Я думаю, что вам видно самый маленький. А эти все четыре, они, как вы видите, побольше. И практически у каждого уже появляется первый настоящий листик. Эти листики мне чем-то напоминают цинерарию серебряную. Она тоже так же появляется сначала зеленые семидольки. А затем у нее появляются серебряные пушинки. И вот у дихондры точно такая же ситуация. И хочу сказать, что получается из пяти гранул все-таки у меня взошли все пять. Теперь расскажу про уход. Вот, я изучала, что дихондрии нужна повышенная влажность. Поэтому я не допускала пересыхания. Делаю рыхление обязательно. Потому что все-таки постоянная увлажненность. Чтобы не было ни в коем случае черной ножки. То есть вот я брала свой пинцетик вот с острыми наконечниками. И вот так вот до конца аккуратно вокруг всходов я делала рыхление. Ну и делаю вообще практически стараюсь это ежедневно при проветривании. Вижу, что вот на дне появляются уже корешки. Пока они друг другу не мешают. Так что речь о пикировке у меня еще не возникает. Но я делала уже подкормку с монокалийным фосфатом для развития корневой системы. Один грамм монокалийного фосфата разводим в одном литре воды. И аккуратно поливаем. Если же вам не нравится как выглядит почва. Она зазеленела или заплесневела. Вы можете несколько использовать препаратов. Это либо речной прокаленный песок. Он подсушивает почву и не дает развитию черной ножки. Либо это можно забрать влагу лишнюю вермикулитом. Это опять же повторюсь при переувлажнении. Либо вот я еще открыла для себя такой садовый диатомит. Спрашивали меня что он из себя представляет. Это очень ценный почвоулышитель. Его можно добавлять тоже при замешивании почвы. Либо просто-напросто распределять по поверхности грунта. Очень он мне понравился. Но вот как вы видите я стала использовать в плошке небольшой слой грунта. Именно для этого чтобы почва не закисала. То есть ее удобнее рыхлить. Мы прорыхляем до дна. Тем самым запускаем воздух. И это тоже предотвращает возникновение и почвенной мушки. Потому что она заводится именно в переувлажненной почве. А так мы делаем, повторюсь, рыхление. Я вот прямо делаю вот так вот до дна пложки. Чтобы воздух попадал. И чтобы не заводилось никаких вредителей. Потому что мне уже начали писать о том, что в той или иной ситуации заводятся те или иные вредители. Ну как вы видите пока бед никаких нет. Я стараюсь для того, чтобы их и не возникало. Ну все мне нравится. Я рада, что есть у меня дихондра теперь. Так что пишут мне, что она и черенкуется отлично. И семена собирать с нее можно без проблем. Так что в общем-то я теперь с дихондрой. Эти серебристые каскады будут украшать в сезоне 2020 мои кашпо. Ну что же, буду заканчивать это короткое включение. Тем самым показав вам свои растения. Спасибо вам огромное за внимание. Надеюсь, вам мое видео понравилось. Не забудьте, пожалуйста, поставить мне пальчик вверх. Задавайте вопросы, пишите комментарии. Предлагайте новые темы. Быть может вас что-то еще интересует. С удовольствием отвечаю, стараюсь. И благодарю, конечно же, за любые подсказки, советы и за ваш опыт. Всего вам доброго, до новых встреч и до новых видео. Пока-пока!